Это им всего лишь один месяц. Месяц? Да. Эти милые птенцы – результат научных изысканий сразу двух факультетов – ветеринарной медицины и биотехнологического. Пушистое чудо отечественной селекции быстро набирает вес. Данная птица мясо-яйственного направления, и у неё очень высокие показатели яйценоскости. Порядка до 300 яиц в год, и начинают они нестись очень радо, а уже в 4 месяца можно получать первые яйца. Продукцию и технологии, которые или уже заменили, или вот-вот готовы потеснить импорт, презентовали губернатору Владимиру Владимирову. Так как вся у нас за границей шла, в основном все подвои, вообще в основном все за границей, и сейчас производители напрямую обратились к нам для подачи безвирусного материала, и мы им предоставляем, и уже работаем на полную. Это уже важно, это уже прорыв. Дальше нужно свое погружать. А здесь новое направление – умное сельское хозяйство. За буренками следят дроны, а нейросети помогают улучшить вкусовые качества, скажем, базилика. Про вкусовые качества могу немного поделиться. Это базилик. Я понимаю, что это. Да, действительно, природа. Не мытый? Все помыто, все обработано. Он может в 10-15 раз больше вырабатывать этих масел, соответственно, и это будет популярно, востребовано на рынке. Главное, мы можем масштабировать это все дело, предлагать рецептуры максимально лучшие для растений на основе нейросетей, которые будут эффективны для региональной экономики. Уже в актовом зале на совещании участники обсудили, как обеспечить суверенитет страны в сфере высокопродуктивного животноводства и растеневодства. Это лишь только первая ласточка. Мы показываем те достижения, которые имеем сами, инструментарий, которым мы сами обладаем. Вы видите, как живо проходило пленарное заседание. То есть, очень многие спикеры говорят о проблематике сегодняшнего дня. Мы ее тоже понимаем, мы ее видим. И для этого мы собираемся у нас на территории Ставропольского края, для того, чтобы через год посмотреть уже ту дорожную карту, которую мы сегодня создаем. В частности, создание этого импортозамещения в посадочный материал или во всем материале, связанном с началом произрастения в сельскохозяйственной отрасли. Институт генетики и селекции планируют запустить на базе ВУЗа уже в этом году. При содействии Федерального некоммерческого института развития и крупных агрокомпаний здесь внедрят уникальные образовательные программы. Мы видим в Ставрополе огромный потенциал и с точки зрения программ по генетике и селекции, причем в семеноводстве, в генетике крупного рогатого скота. И вот со следующего года, я думаю, что мы будем ряд этих программ уже внедрять, и в том числе в кадровой работе. Через институт генетики и селекции обеспечить доступ нашим студентам и профессионскому преподавательскому составу к научным лабораториям ведущих научных центров, первое. И второе, обеспечить по вертикали связь с бизнесом в регионе, который позволит также обеспечить доступ к современным технологиям. И еще о кадрах будущих инженеров-энергетиков. Теперь будут готовить не только по учебникам и пособиям. Уже с университетской скамьи их научат действовать, исходя из реальных требований рынка. На базе ВУЗа открылся уникальный производственный комбинат. Это настоящий производственный комплекс, просто уменьшенный до учебных размеров. На нем студентам в том числе покажут и расскажут, как обращаться с счетчиками и замерять потери ресурса. Старт работе комбината также дал глава региона. Владимир Владимиров пожелал студентам успеха, востребованности в профессии. Решили заняться наукой Кира Мартынова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.